Переговоры в Минске В какую игру же все-таки играют наши соседи и готовы ли мы играть вместе с ними? Сегодня на эту тему я хочу побеседовать с нашим гостем Валерием Скороходовым, депутатом Народного совета Донецкой Народной Республики. Здравствуйте. Добрый день. Нашему телезрителю я хочу напомнить, что это программа «Путь правды», а меня зовут Маргарита Миронюк. Валерий, скажите, что же все-таки двигает украинцами, что они постоянно срывают работу экономической подгруппы? Ну, если проще, то украинцами, не украинцами, еще раз скажу и вам в очередной раз, что теми преступниками, которые заняли нашу страну Украину, и, да, вот, руководят и развалиют ее до конца. Это путем множества крови, путем разрушения экономики, путем разрушения предприятий и вообще жизнеустроя Украины. Что касается очередной встречи в Минске, действительно, Украина очень рассчитывала на вот встречу в нормандском формате в Германии. Она ожидала, что американцы надавят на гарантов украинского, минского процесса, в первую очередь, это Германия и Франция, и они поддадутся, да, на их давление. Но мы увидели, что в очередной раз нормандский формат в полном составе, и украинский президент, кстати, в том числе, подтвердили приверженность соблюдения плана минского формата и всего комплекса мер. Но это все было, да, в процессе переговоров, когда они сидели за одним столом. После того, как украинский президент закончил переговоры и вышел, он, у него появились свои видения. Я думаю, что, наверное, он получил звонок с Вашингтона с новыми планами действиями на эти вещи. Да, и он озвучил совсем не те вещи, которые происходили на переговорах в Германии. Он имплементировал это совершенно по-своему, что опять границы, опять там что-то ему, они играют в свою игру. Но мы все знаем, что в этой точке уже поставили и французский дипломат, да, который сказал точно, что нельзя менять местами комплекс мер. Минск должен исполняться в полном объеме, поочередно, как он прописан был год назад, 2 октября, то же самое подтверждено было 19 октября. Ну, то есть, тем самым, да, охладив немного пыл украинских политиков. На Минском, на Минской встрече в этот раз, 26 числа, должны были собраться, да, три подгруппы. Это экономика, политика, безопасность. Скажу сразу, что в очередной раз подгруппу по экономике Украина сорвала, ссылаясь на нелепые объяснения. Они, вы знаете, пытаются, продолжают пытаться диктовать нам условия, с кем мы хотим разговаривать, а с кем не хотим. То есть, их не устраивают наши переговорщики по экономической подгруппе. Для нас это неприемлемо. Вы знаете, мы не собирались в 41-45 году выбирать себе, с кем мы будем разговаривать, с кем нет. То есть, с кем хочет Германия проигравшая, да, фашисты разговаривают, там, подписывать, Жуков будет это, или, может быть, тем, кто ему угодный. Нет, мы присылаем туда тех переговорщиков, которых мы считаем нужным, и Украина обязана и будет разговаривать с теми людьми, кто представляет Донбасс. Но в этот раз они опять сорвали встречи по экономике без всяких на то объяснений, то есть, вот в таком русле. Что касается безопасности, подгруппа тоже далеко не ушла. Почему? Потому что мы знаем, что уже прошло 35 дней с того момента договоренности, когда должны были пройти три пилотных проекта разведения сил. Мы знаем, что в станице Луганска до сих пор ничего не произошло. То есть, Украина ссылается на то, что, типа, идут обстрелы, идут боевые действия, и мы срываем в очередной раз что-то, да. Ну, вот такие необъяснимые вещи. Все мы прекрасно понимаем, для чего это Украине нужно. Они затягивают процесс, в частности, он зависит, намного зависит не от самого того движения, вот этого процесса, которое происходит, да, внутриукраинском конфликте. Зависит напрямую от выборов в Соединенных Штатах Америки. Потому что мы прекрасно знаем, кто давал печенье, кто кормил Украину. Вот не Украину, а вот этих преступников, которые вырастили, американцы, которых привели к власти, с помощью которых сделали переворот в нашей стране, и при помощи которых они продолжают уничтожать нашу страну. Но я замечу, это будет продолжаться недолго. Понесут они наказание, мы вновь вернемся к управлению нашей красивой страной, восстановим экономику, дружеские отношения с Россией. И, может быть, и не может быть, я надеюсь, и войдем в состав Российской Федерации в полном объеме всей землей, которая принадлежала всегда Российской империи. И раньше история Украины и была называлась, знаете, говорилось, окраина. Вот, Украина, да, у края Российской империи. Все это приведется в норму, все это мы переживем. Но вернемся к Минску. Мы, кстати, затронули тему немножечко, да, нормандского формата. Что же касается его, как обстоит ситуация с вооружением миссии? Ну, это очередные бредовые желания кровавого президента нашей страны ввести сюда третью вооруженную миссию для того, чтобы сорвать вообще Минские процессы и привести ситуацию к третьей мировой войне. То есть они продолжают настаивать на своем? Конечно. Они даже перевернули, Петр Алексеевич перевернул то, о чем разговаривали, то, на что согласился. И, в принципе, можно, да, сделать это, согласился Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что если миссия ОБСЕ, сотрудники миссии ОБСЕ пожелают иметь табельное оружие, пистолет, то, в принципе, против никто не будет. Да, наверное, и мы не будем против. Но Петр Алексеевич это рассказывает всему миру немножко по-другому. Что это вооруженный какой-то контингент полицейский, чего нет в природе вообще у ОБСЕ и не было никогда. Это одно. Второе. Такие вещи должны приниматься всеми, почти 60 стран до 57 участников, да, от ОБСЕ голосованием. То есть вводить какие-то миссии, создавать новые какие-то миссии или нет. Сейчас мы видим, что за только Америка и сама Украина. Ну, это такие вещи недопустимые для нас. И глава об этом уже четко заявил, и Пушилин заявил об этом, что для нас неприемлемо. У нас все под контролем. Миссия ОБСЕ защищена полностью. Никто из них не пострадал. Они живут, как коты в масле, в отличие от жителей Донецкой и Луганской народных республик. Под полной охраной. И оружием не нужно. Наоборот, если они получат в руки оружие, это будет способствовать тому, что может кто-то воспользоваться этой ситуацией, будут провокации. Ну, конечно, третья сторона появится. Конечно. Поэтому это невозможно. Этого не может быть и не будет. Это уже заявил и глава, и мы. Но вот мировое сообщество, как вообще они реагируют на вот этот диалог по поводу вооружения миссии? Я же вернусь. Мировое сообщество никак не реагирует. Почему? Потому что никто из 57 стран не проголосовал и не поддерживает это. Это ответ американцам и его кровавым марионеткам в Киеве, что никаких вооруженных миссий не будет. Мы это не поддерживаем. Мы не хотим нового витка кровавых событий. Мы не хотим, чтобы перекинулись кровавые события на европейскую часть. Почему? Потому что, в принципе, тысячу километров от Донецка начинается Германия, Польша. И этот конфликт очень может быстро разрастись на европейскую часть территории. Поэтому и Штайнмайер, и французские политики заявили и подтвердили, что минские соглашения в полном объеме от А до Я. Никаких пунктов меняться не будет. Вопрос о границе станет в самую последнюю очередь. Ну а для людей, я скажу, чтобы они не пугались того, что границу под украинское управление, дорогие друзья, я вам скажу, что когда Украина, и мы добьемся того, что вместе с Российской Федерацией и при помощи Германии и Франции, что Украина начнет выполнять минские договоренности и все пункты поочередно, то когда мы придем к последнему пункту передачи границы, то, дорогие друзья, передавать эту границу мы будем сами себе. Вот в этом смысл минского процесса. Чтобы вы не думали ничего, нет, речь идет о том, чтобы границу вернуть, отдать всю границу нашей страны Украина под наш контроль. Вот в этом заключается смысл минского процесса, смысл минских договоренностей для того, чтобы привести к миру всю страну без потерь, без крови, без потери жизни и разрушения страны. Вот в этом, вот этого Украина боится и противится, потому что это смерть для них, это суды ГАГа, наши суды, суды перед Богом, это случится однозначно. Вот этого они не хотят, они прекрасно это понимают и противятся. Но мы все равно шаг по шагу будем добиваться это политическим путем, потому что это сохранение, в первую очередь, жизни всех людей на территории ДНР, ЛНР и остальной части нашей страны. Если же мы будем видеть, что это уже невозможно, то для решения военного пути у нас все готово. Хочу еще раз подчеркнуть о том, что мы продолжаем показывать мировому сообществу свое расположение и свою готовность для того, чтобы развивать наше государство. И, к слову, недавно нашу страну посетил представитель гуманитарной подгруппы Фриш. Он посетил республику и пообщался с пленными и детьми-шпионами. Что вы об этом знаете, как вы на это реагируете? Вы знаете, вот это посещение Фриша ДНР, в принципе, сыграло первоочередную роль не состоявшейся работы гуманитарной подгруппы. Потому что украинцам не понравилось, что он посетил нашу республику. Но это их не проблема. Мы видим, что уже мировое сообщество все равно едут, все равно смотрят, все равно пытаются разобраться, вникнуть для того, чтобы донести правду миру. И принимать решение. Мы видим, что это удается. Что же касается этого визита, это очень хорошо, что высокие посты, люди с высокими постами едут для того, чтобы воочию убеждаться. А этот человек пообщался, побыл в наших исправительных учреждениях. В СИЗО, где содержатся дети-диверсанты, посмотрел, как они живут, какое обеспечение у них. Живут они, в принципе, хорошо, но без воли, как то и должно быть. Есть у них спортсалы, все у них обеспечение, лечение, кормление. Все происходит то, о чем мы не можем сказать, о том, как содержатся наши люди, не только военные, а люди с убеждениями русского направления, с убеждениями мира, с убеждениями человека за то, чтобы жить по законам Божьим, которые сидят сейчас по тюрьмам, по подвалам, которых много убили, искалечили. Вот в Украине этого нет. И это подтверждала и комиссия ООН, которая приезжала в Киев по нашим заявлениям, по нашим обращениям в Совет Безопасности ООН, что на Украине происходят такие вещи. Была создана комиссия, приезжала, Киев не допустил ни на одну из тюрем, ни на один из подвалов эту комиссию. Комиссия сделала свои отчеты, ушла с Украины, сказала, что все здесь присутствует, все есть на Украине, эти безобразия. Сейчас высокопоставленный гость, инспектор, приехав, посетил наше учреждение, он посмотрел, что в наших тюрьмах, в которых сидят военнопленные, детки эти, живут в таких условиях, наверное, в европейских. То, чего не было даже на бывшей территории Украины. Поэтому я думаю, что этот визит не последний, он сыграет свою положительную роль. Я надеюсь, что эти люди не будут закрывать, как постоянно мы видим, оба себя глаза на все эти происшествия, а будут, правда, наносить эти отчеты. Этими отчетами будет пользоваться Совет Безопасности ООН, принимать решения, принимать жесткие решения в отношении Киева, в отношении Америки, потому что Америка та же часть Совета Безопасности, один из членов этой части. Вот я на это надеюсь и думаю, так и будет. Я в свою очередь убеждена, мне хочется в это верить, что вот этот иностранный представитель, он все-таки донесет до мирового сообщества о том, как все-таки содержатся здесь эти люди. Ну и как ни крутите, у нашего народа всегда присутствовал, скажем так, высокий уровень гуманизма. Пускай даже это и враги наши, которые сидят вот по тюрьмам, но это дети, это точно так же люди. Вы знаете, я вас поправлю, это не враги. Я хочу еще раз поправить, что украинцы, не украинцы, а украинцы на этом настаиваю. Ну, не то, что настаиваю, да, по истории так правильно. Люди живут, которые на окраине, так было, так по истории. Вот почему, да, есть такой спор на Украине или в Украине. Нельзя жить, да, в окраине. То есть на Украине. Это не враги. У нас там у всех родственники, это наши близкие, которые временно оккупированы преступниками, и мы скоро освободим нашу землю. От ростовской границы до польской границы. Это наша территория, наша земля, она будет освобождена. Идет борьба за то, чтобы решить это освобождение политическим, мирным, некровопролитным путем. Что же касается, вот вы говорите, в тюрьмах, это сидят преступники. Если человек, который взял в руки оружие, мародерствует, убивает, стреляет с любого различного вооружения, это и точки У смертоносной, и любое, пуляют сюда все, что угодно, все, что им под руки попадается, зная, что это оружие приносит смерть и уничтожение, это преступники, это не люди. Поэтому мое мнение, знаете, нечего их вообще кормить. Человек, который пришел, он знает, нечего их кормить, просто нужно вернуть расстрелы. Ну, вот по Божьим судам мы этого не можем сделать. Это мое субъективное такое, знаете, человеческое. Наверное, оно основано на том, что, когда видишь, что эти постоянные жертвы, оторванные ручки-ножки у деток, у мам и всех остальных, то вот такое возникает внутри, озлобление, да. Но это плохо, нам надо оставаться людьми, оставаться с холодной головой, принимать хладнокровные решения, потому что вот такие вещи, которые происходят у нас в интернете, подбивание пятых колонн к войне, к военным действиям, да что вы сидите, да все пропало, вас всех сливают, Захарченко, Пушилин предатель, Путин предатель. Это люди, которые не живут на наших территориях. Это люди, которые сидят в Вашингтонах и путем социальных сетей распространяют такие вещи, нагнетая вот такую обстановку. Для чего? Для того, чтобы провести кровопролитным действием, потому что каждое обострение, каждое убийство порождает у людей ненависть. Вот то, о чем я говорю, бывает, возникает такое-то, да, и ты хочешь мстить, убивать то, что недопустимо нельзя, кого убивать, своих братьев, своих родных, наоборот, сейчас и глава республики, и Путин, и Пушилин, да и мы все, я всем вам желаю здоровья, благополучного разума, такого с холодной головой, несмотря на вот эти вещи страшные, смерть, подходить к этим вопросам, и слава Богу, что подходят. И вы знаете, вот остановлюсь на том, что Украина, да, вопрос мы сейчас пережили, потерю нашего героя, да, Моторова, Арсения. Вы знаете, на самом деле говорят, что это вот украинцы без, уже от страха, от бессилия, делают такие провокации. Я развею вот эти мысли у людей и скажу, что вам, что на самом деле все эти ходы очень продуманы спецслужбами Америки, выполняют это спецслужбы Украины, СБУ. Это не первые покушения на первых лиц государства, это предотвращенные покушения на Захарченко, на Иегиви, в том числе и на Моторолу. Это не первое для чего. Гибель Моторолы, это было приурочено к марматскому формату, да, к съезду в Германию высоких лиц, да, первых лиц государств. Для чего? Для того, чтобы Америка могла сказать, что... Для того, чтобы спровоцировать нас на конфликт, мы пошли в наступление мстить, спровоцировать. Украина бы сказала, вот срывают, американцы бы это подхватили, тем дав самым карты в руки кому-то еще, чтобы воспользоваться этим моментом и сказать, что полченцы срывают, да, Минск, и вот все пропало. Нет. Мы с холодной головой, и глава подошел к этому, не дождутся никаких наших действий, вот таких, которые приведут к срыву минского формата, никакими смертями этого не добьются. Все у нас под контролем. Это действительно великая утрата, великая боль для семьи, для людей, ведь много вы видели, сколько больше 50 тысяч, я сам присутствовал, людей пришло для того, чтобы попрощаться и просто сказать спасибо человеку, который, да, приехал с другой страны, с нашей страны, могу сказать, Россия, наша страна просто издалека, потому что, да, как он говорил, потому что убивают русских. Русских не в плане, что русских, конкретно русских. Русские, это, да, это и грузины, и армяне, и азербайджанцы, это все национальности, имеющие русский дух, русский образ жизни, русский стайл, образ жизни, это, ну, это милосердие, отзывчивость, доброта, это присуще только людям, которые, не знаю, почему-то живут на территории бывшей Российской империи, бывшей России. Вот за это приехал и наш Моторова, который вот так вот, да, защищая много людей, защитил, спас много семей, ну, пострадал от рук вот этих, скажу так, американо-фашистов, таких вот американо-фашистов, которые сделают эти все вещи для того, чтобы, да, только война, война, война была. Но у них не получилось. Мы в очередной раз показываем и мировому сообществу, что мы, на самом деле, последовательны, мы договороспособны, мы участники мирового правового движения, что мы готовы стать полноценными, да, участниками Совета Безопасности ООН, полностью мирового сообщества, что мы не террористы, мы не действуем, как украинская власть, и что нужно посрочно избавляться от тех кровавых правителей, которых привела Америка к управлению нашей страной. Срочно нужно от них избавляться, потому что времени осталось мало. Почему? Потому что самое страшное, что происходит, что деток вот за эти три года, вот уже два с половиной, скоро три года будет, да, деток уже с садиков вырастает новое поколение на новой идеологии, на идеологии смерти, на идеологии Бандеры, Шухевича, на идеологии смерти. И вот в этом заключается проблема, что мы получаем, если сейчас на линии соприкосновения батальоны Азов, Торнадо, еще какие-то фашисты, их там, ну, тысячи, там, 10 тысяч, да, то за эти три года они, как в инкубаторе, плодят себе сотни тысяч идеализированных со сломанной психикой, со сломанной идеологией детей, которые в будущем вырастут уже жестокими убийцами и жестокими такими людьми. Вот в этом заключается проблема. Я считаю, что у мирового сообщества, даже не говорю в России, у мирового сообщества осталось очень времени, чтобы подумать над этим, чтобы уже даже нет времени думать, а нужно принимать решение, как ломать эту ситуацию и заново пытаться. Это уже очень непросто, возвратить детей к тем мысленням, да, вот к доброты. Вот в этом заключается проблема, которую должно решать мировое сообщество. А вот это уничтожение этих батальонов, это на самом деле политическая воля. Сейчас Александр Владимирович Захарченко только отдаст приказ вперед. И вы знаете, ну, в Киеве мы будем очень быстро, даже не с кем будет воевать, потому что вот это перемолим, вот этот сброд бандитов и убийц, а остальные люди нас будут встречать просто как святами, потому что это наша семья, это наши люди, это наша земля. Они также ждут освобождения территории вот этих варваро-убийц, которые терроризируют полностью нашу страну, наших жителей. Ну что ж, я благодарю вас за беседу, Валерий, за то, что были гостем в нашей студии. Спасибо вам за ваше мнение, оно было для нас очень важно. А нашему телезрителю я напоминаю, что это была программа «Путь правды» и я ее ведущая Маргарита Миронюк. Оставайтесь вместе с нами, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова